Здравствуйте, товарищи мастера! Поздравляю с началом боссов, которые достаточно своеобразны, особенно третий. Но обо всем по порядку. Начнем с первого. Здесь у нас жабонька-лягушенька и, пожалуй, первых двух боссов я буду проходить, ну, скажем, лоу-пачками. Ну, такими. Хотелось бы послабее, наверное, возможно, чтобы проще вам было показать. Но вот возьму эрочки и эссерданта. Изгой, потому что он из эссерданта самый нераскачанный у меня по персонажам. Но вы можете взять абсолютно любых тех, кто вот вам в душе теплее и прокаченнее. И начинаем, собственно, мутузить нашу жабошонку-лягушонку. Первый ход здесь нужно увести всех в защиту. Если вы не уведете в защиту, будет не очень хорошо. И после того, как лягушонок использовал АОЕ, вы можете, зависит от вашей хп и урона в целом, либо ввести первую-вторую позицию в защиту, либо не уводить ее. Просто в этот ход, в конце второго хода, лягушка будет бить первую-вторую позицию. На третьем ходу мы делаем то же самое, только наоборот. Мы либо уводим в защиту, либо нет. Уже смотрите сами по вашему текущему состоянию. Четвертую и пятую позицию. Бьем первый-второй-треть. И далее по порядку. На четвертом ходу Квакша бьет АОЕ. АОЕ не очень сильная, но помните, что с каждым ходом у лягушки увеличивается атака. Поэтому смотрим по вашему здоровью. Бьем ее таким вот боком. На пятом ходу нужно будет увести обязательно всех в защиту, потому что будет слегка летальный урон. Если у вас, например, танк, тогда вы можете не уводить в защиту его. И далее бьем. Шестой ход мы бьем. На седьмом, опять же, смотрим по персонажу. Либо вы уводите персонажа в защиту, либо не уводите персонажа в защиту. Это у нас чередование идет. Далее там второго-третьего хода. То есть, либо мы уводим первую-вторую, либо пятую-четвертую. Так же будет АОЕ. Таким темпом мы идем к 50% у лягушки. И я бы, наверное, порекомендовала бы вам вот к этому моменту, то есть, если у вас, например, как у меня, 50% стукнуло на примерно там восьмом-девятом ходу, и накопите ульты, если у вас не танк, как у меня, да, сильные ДДшки, накопите ульты как раз-таки по восьмому-девятому ходу после 50%, чтобы просто вам шотнуть лягушку и не париться, кого уводить в защиту, как уводить в защиту. У нее достаточно слабых ХП, и, например, если у вас есть какой-нибудь из квинси ДДшных, то там за одну ульту в целом она отлетит под саппортом. Второй босс. Идем дальше. Здесь наша задача вылечить квинси и Рея. И также нельзя допустить, чтобы их здоровье опустилось до 1% ХП. Если такое случится, то вас ваншотнут, поэтому следите за ним. Можно взять сюда АОЕ персонажей. Почему бы и нет, но не берите сюда персонажей, которые наносят яд. Таких, как Куя. У нас почти все Куи, особенно и винтовые, они наносят яд. Поэтому их сюда брать не нужно. Остальные берите, кого хотите, хила саппорта и прочего. Также здесь есть небольшие нюансы, кого и где уводить в защиту. На первом ходу увести в защиту нужно 2-4 позицию, а на третьем 1-5. И так это будет чередоваться, то есть плюс 4 хода. Первый ход уводите 2-4, на пятом ходу также 2-4, на третьем ходу уводите 1-5 и на седьмом ходу также уводите здорово. Господи, я уже запыталась. 1-5. Я все это опишу, дабы вам тут не наговаривать ничего. Что удобно здесь? Также сильные жирные ДД, которые наносят много урона. Это поможет вам пройти быстрее. Опять же, можно сюда взять АОЕ персонажа, это я уже говорила. Будет просто проще балансить здоровье этих противников. Можно также взять танка, к примеру, чтобы периодически таунтить либо ульту Квинси, либо Рея, в общем, как кого-нибудь из персонажей, просто не уводить в защиту, чтобы лишний раз это не делать. Можно через танк играть, почему нет. Но зависит от вашего урона входящего. Если у вас урон большой, то зачем вам танк? Просто выхилите, добейте ваших врагов. Если урона не так, чтобы много и забалансить, опять же, этот момент, то можно использовать культу танка. Это будет гораздо проще. У вас будет просто больше входящий урон, нежели чем-то наш был бы в защите. И особо-то больше про этот этап, этот этаж, этих боссов вторых сказать и нечего. Мне кажется, они в целом самые легкие, даже легче, чем лягушку, потому что все делаем как идет, и когда персонажи, враги полностью выхилены, все, они самоуничтожаются и уходят. Следующий у нас, третий. Ух, тут как бы черт ногу сломит, если честно. Объясню почему. Это не будет именно гайдом. В какой уход и куда. Скажу сразу, вам нужен сильный хил и саппорт. И нужно смотреть за балансом именно ваших персонажей. Я не могу сказать, что вам нужно делать, потому что я не играю за ваш аккаунт. Здесь я танчила все хилом и саппортом. Потому что на этом этаже персонажи, которые идут по профессиям хил, саппорт и танк, они относятся к одному классу. Персонажи, которые ДД, они относятся к другому классу. И то есть, если вы бьете хилом, то таунт переходит на атакующих. Если вы бьете саппортом, то же самое. Если вы бьете атакующими, таунт переходит на группу поддержки. И нужно за этим смотреть. В принципе, первым делом нужно, конечно же, его слить. Потому что он бьет. И очень сильно. Бьет он через ход. И это большой минус. Нужно следить. Первый ход. Вы можете ничего не делать и бить кем хотите. Но смотрите, чтобы таунты были на тех персонажах, на которых они нужны. А не так, чтобы пропустили ход, не обратили внимания. По факту вы можете проиграть очень сильно. На второй ход нужно будет увести в защиту тех персонажей, на которых будет таунт. На которых вы хотите, чтобы был таунт. И далее играть. Рекомендую брать сюда очень жирных, сильных дд. Квинсы сюда будут идеальными. Да, я очень много говорю про Квинсы. Но согласитесь, что это очень хороший соло дамагер. Который с одной тычки, с одной ульты просто разнесет щеблеты всем врагам. Поэтому выберите Квинс из двух. Хотя бы. Р и СР. Если таковые имеются у вас в прокачке. В прокачке более-таки девятый может быть потенциал. И три звезды. Возьмите их и заваншотите там на седьмом ходу этого Квинса несчастного. А Рея уже добивайте так, как вам будет удобно. Никого не уводите в защиту. Ходите как хотите. Там вообще без разницы. Просто тогда главное самое убить Квинса. После него уже ничего не страшно. Но есть такой здесь момент, который слегка как бы, ну, морально уничтожил меня. И здесь я его не показала. Потому что, ну, зачем. Короче, суть в том, что здесь две волны. И когда вы добиваете, наконец-таки, Рея, то вас перекидывает на вторую волну. Говорит, Борнинг, блин. И ты уже как бы, ну, сжал все свои булки. А враги такие, ха, ну, типа, ты молодец, типа, пока-пока. И самоуничтожились. Вот такой вот момент. Здесь я просто игралась и ждала, типа, на двадцатом ходу мне скажут ваншот и прочее, прочее. Но нет, такового не было. Вердикт. Третий воз самый душный. И душный он, потому что вам нужно следить, кто у вас будет под таунтом. И следить за здоровьем, следить за моментами урона, нанесения и всего вот этого прочего. Поэтому уж извините и не корите. Все в ваших руках и все здесь будет зависеть только от вас. Не смогу я никак вам разобрать, кого и как через слабые команды ставить. Просто следить за тем, кто из персонажей на данном ходу будет для вас под таунтом. Вот все, что я хочу и могу про это сказать. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем приятной игры. Удачных круток. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok